Очередное утро. Сегодня ночью был небольшой дождь, но ветер стих, поэтому уже было намного лучше. Вот он, носорог. Сегодня тоже пасмурно. Посмотрим, куда сегодня съездить по погоде. Так что в лагере осталось несколько машин. В основном люди еще пока приезжают на выходные. Доброе утро. И очередная рубрика «Готовим на природе». Сегодня у нас и вишнику с помидорами, и с шашлыком вчерашним остатками. Так что ворчимся, готовится. Сегодня мы в новом свете. Идем к царскому пляжу через знаменитую можжевеловую рощу. Вперед. Вот так сейчас выглядит вход в можжевеловую рощу. Заказник «Новый свет». Заказник «Новый свет». Заказник «Заказник». для ознакомления с маршрутами местными карта схема нужно посмотреть и выбрать маршрут куда будет интересно сходить у нас на сегодня в планах посещения сквозного грота и сходить на царский пляж сейчас около 10 часов утра на улице еще не совсем жарко людей еще нет ни гостей крыма и местных жителей что идем наслаждаемся уединением и природой вот новый свет вдалеке виднеется судак сквозной грот 870 метров идем дальше здесь везде указатели тропинки во все стороны расходятся видны здесь на миллион везде можжевел запах жалко что нельзя передать такие стояночки для отдыха подъем на гору если кто желает запрещу ясно как же здорово здесь в конце мая людей нет ни жарко правда ближе к обеду сегодня обещают дождик небольшой я думаю мы успеем все посмотреть потом заглянуть судак на набережную если останутся силы вот такие здесь столики лавочки уже практически на финишной прямой сейчас все цветет благоухает в то же время уже на солнышке выгорала трава нет такой яркости зелени царский пляж немножечко тропа галицына хорошо рассматривается беседочка посреди маршрута вот здесь приходит сюда маршрут тропы галицына очередные указатели вот она тропа галицына можно сказать для кого начало для кого завершение маршрута уже оборудовали поручни деревянные сделали по всему маршруту сегодня это выглядит вот так красивое море прохладно еще правда 16,5-17 градусов на любителя скажем так вот а так прогуляться сейчас конечно самое время здесь такие лавочки с видом на царский пляж люди на пляже уже загорают немного правда но есть сейчас посмотрим вон они любители первых солнечных лучиков теплых вот смотрите хотя бы через экран получите частичку крымских красот как красиво дельфинчик склонил мордочку в море а волна белая окутывает его но с этой стороны гора носорог которая видна из нашего лагеря каждое утро я ее стараюсь показывать в зависимости от погоды внешний вид немного меняется вот этого интереснее наш маршрут идет сквозной грот здесь рассказывается о его жителях летучих мышах обитающих в новом свете вот и начинаются ступеньки к гроту и я здесь не была так что сегодня все посмотрим это место первый раз грот был закрыт несколько лет по-моему год или два назад его открыли вот такая тропинка туда ведет так что обувь должна быть удобная наша горная коза иди сюда мили я за тобой туда не полезу я почему-то думала что он вот там находится на самом мысе капчик очень похожа тропинка на тропу Голицына такие же камни корни деревьев милюш идем 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 давай еще ты будешь под ногами путаться скользкие камни большая расщелина ну что если тут прям такой забор-забор да не ну все равно камушки мелкие на берегу так еще немножечко прохода нет опасно для жизни все загорожено чтобы люди не лезли так ну а мы уже возможно камни падают везде предупреждения а мы уже в сквозном бруте так вот это все выглядит ой ветерок такой прохлада зимой здесь наверное ай-яй-яй как холодно вот так выглядит это все сверху попискивают по-моему мышки звук такой неприятный слышишь да так ой-ой запах и так красиво выходишь к морю раз такая красота и вторая расщелина тоже здесь все хорошо но запах мышек есть присутствует вот такой выход к морю классно пойдем еще раз сюда сам вход в грот находится там может быть слышно будет как пищит пищат мышки так вот визуально их не видно но писк и запах так вот здесь вход и здесь вот пробуем ниже спуститься ближе по полю пищи и и и и Местные рыбочки в отрыбку. Вот так можно из Нового Света добраться до пляжа Царского. Ну что, друзья, гробку посетили. Теперь пойдем пройдемся по тропе Голицына и выйдем на набережную поселка Нового Света. Как красиво котировочек по морю. Здесь так интересно, видна известковая какая-то порода. Море бирюзовое. Мусочка красивая. Прогуливаясь по тропе Голицына, что здесь? Только виды, виды, ароматы можжевела. Наслаждаться. Обязательно в хорошей обуви. Потому что здесь есть такой... Да, летом тут очень жарко. Радует очень, что привели в порядок тропу. Сделали такие поручни. Мостик. Несколько таких красивых мест покажу по дороге. Так, тропа, обычная тропа. Вот одно из таких мест. Мосток из березовых досок. Так вот сделали его красиво. Давайте пройдемся по этой тропе. Я буду вам гидом невольно. Когда-то и сам подчинился судьбе. Гулял и смеялся довольный. Голицын царю показал красоту. И сам обустроил дорогу. Быть может и я подарю вам мечту. Что ныне доступно немногим. Вот синяя бухта. Разбойничий грот. А пляж называется царским. На капчике сделаем мы разворот. Крым дарит волшебные сказки. На тропе оборудовали вот такую стоянку. Куда можно зайти, спрятаться в тень. Либо укрыться в непогоду. Давно когда-то в дни Екатерины шампанское в Россию из Франции возили. Но погулять любила матушка царица. Рекой шампанское текло из-за границы. И так сто лет без устали текло. Да и сейчас бы течь оно могло. Но вот светлейший князь Голицын был по работе за границей. И виноделие его так увлекло, что он в Крыму купил село. Весь новый свет он виноградом засадил. Подвалы сделал и завод открыл. Искристый солнце свет впитает виноград. И полевой букет вину даст аромат. До пика совершенства довел вино Голицын. И с радостью вкушают его уже в столице. Мускат, массандра всех сортов, Игривый новый свет и дивное дюрсо. По всей стране их весело встречали. На выставках не раз медали им давали. Такая тропинка вверх. Вот сюда хорошо видны изменения, Которые произошли на тропе. Теперь на этой смотровой площадке установлены Навесы, лавочки. Можно на закате прийти, Полюбоваться морем. Красиво сделали. Молодцы. Встретили двух женщин из Феодосии. У человека юбилей. И прогулка по новому свету Является таким праздничным маршрутом. Не за столом, А прогуляться по тропе Голицына. И это прекрасно. Женщины в возрасте, кстати. Вот такая смотровая площадка. Красная. Когда летним днем сюда попадаешь, И сумасшедшая жара, Хоть маленький уголочек, Тень. Такие лавочки. Под навесами. Ну здорово же. Вот гнязь это лицо. Саша, смотри, как красиво. Вырезанное с дерева. Процветание в единстве. Крым. Такие красивые сделаны. Я даже не знаю, что это стоит. Вырезки. Заказник. Новый свет. Крым. 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 Вот уже совсем рядышком Грот Голицына. Вот в этом уголочке. Кто как ищет тень. Собака вот так находит. Нам сегодня еще в чем повезло. Солнышко за такой небольшой дымкой находится. Поэтому не так жарко. Ой, как красиво котирочек, а? По морю. Цикады уже поют вовсю. Стрекочут. Ну а мы идем дальше. Так, обглядываясь назад, выведет тропа. Так что если в этом году нет возможности приехать в Крым, гуляйте вместе с нами. Будем показывать красоты нашего полуострова. Вот так постепенно, не торопясь, мы добрались до грота Голицына. Встречаются редко очень туристы. Но по сравнению с сезоном это считайте, что никого нет. Вот он, знаменитый грот. Сейчас мы спустимся и осмотрим его. Тропа дальше будет уходить, огибать на вот эту гору. Да, редко такое бывает, что никого нет. Можно спокойно походить, все поснимать. Такие оригинальные кресла из бочки. и вот так выглядит грот. грот Голицына. Грот Голицына. Также его называют гротом Шаляпина и эстрадным. Расположен он в восточном склоне горы Орел или Кабакая. Высота 165 метров над уровнем моря. Гора вдаётся в море между бухтой Зелёной и бухтой Синий. И южные склоны представляют собой крутые высокие обрывы. более пологие пологие северные склоны покрыты можжевело-сосновым редколесьем. Так что вот здесь когда-то выступал Шаляпин. Здесь стенды о том, как был Голицын в новом свете рассказывается. посещение нового света с семьёй Николая Второго. Вот здесь всё с фотографиями. Сама тропа как выглядела. Посещение винных подвалов у горы Орёл. Ну и история тропы Голицына. Так, движемся дальше. Здесь мне очень нравится. Здесь красиво рядом с моем. Ой, зимой или ранней весной во время шторма тут женщина с собачкой на этой тропинке чуть море не смуло. Захотелось красивых кадров, а про безопасность человек забыл. стояли рассматривали старинные фотографии. Очень интересно, конечно, как это всё выглядело раньше. Да, мы в нарядах своих прогуливались по этой тропе. С трудом представляю, конечно, как здесь в платье да в туфельках можно пройти. так постепенно выходим в круговый свет. Вдоль побережья моря на Крымском берегу светлейший лев Голицын провёл свою тропу. По скалам и оврагам от бухты новый свет зовёт тропа туристов уж много-много лет. Сперва, как по аллее, свободно и легко выходит к гроту в скалах, где князь хранил вино, а после тропкой тонкой над пропастью и морем контрабандистов бухте мы доберёмся вскоре. Из этой синей бухты по капчику пройдём и тут же в голубую бухту попадём. Хрустальная вода прозрачная светла и царский пляж в объятия примет вас всегда. Идя Голинцынской тропой, где слева моря справа скалы, не бойтесь, что обрыв крутой, а скруче гор грозят обвалы. Порой казалось упадём, нам ветер волосы взъерошил. Не надо думать о плохом, а надо думать о хорошем. Здесь нам шаляпин запоёт, где грот пещера держит вина, тропа сюда нас приведёт, где голос льётся как лавина. Когда по краю мы идём, где нам судьбой жребий брошен, не надо думать о плохом, а надо думать о хорошем. За синей бухтой с голубой ждёт можжевеловая роща и царский пляж, где мы с тобой от солнца яркого, чуть морщась, у моря чёрного споём о том, что нам всего дороже. не надо думать о плохом, а надо думать о хорошем. Мы на набережной Нового Света. Катерочки. Всё подготавливается к сезону в ожидании гостей. На набережной наводится порядок, подкрашивается всё. В том году нас тут чуть не смыло. Где-то в этих же числах мы были. купаться идёт. Кто-то в кафешке сидит. Юки уже набрали цвет. Вот они красавицы. Странно, что это кафе не смыло. Да, подготовка полным ходом. Маленькая, но очень уютная набережная. Симпатично, да, кафешечки все на берегу. Тут же море шумит. Приятно очень. ну и вот такой вид на судак открывается с дороги между Новым Светом и судаком. Вот она, Генуэзская крепость во всей своей красе. машина проехала, так было шумно, а так хорошо. Тишина, птички поют. Ну и вот так часть судака с этой стороны выглядит. Ну, а наша дорога идет вниз. очередные вечерние посиделки. Кто что ел, кто что пил. Вот так проходит вечер. Вкусненько. Соседи по лагерю, кто-то раскладывается, кто-то отдыхает, а мы ужинаем. Такой прекрасный сегодня вечер. Подпение птиц в тишине. Друзья, ну вот таким был очередной день нашего отпуска. Весь вечер мы наслаждались тишиной и отдыхали от прогулки. А завтра нас ждут новые приключения. Не переключайтесь. Пока-пока.